Сегодня состоялось первое заседание Координационного совета по производственной кооперации. В нем приняли участие представители крупных предприятий, а также малого и среднего бизнеса. Главная цель – помочь промышленникам наладить новые партнерские отношения. В заседании принял участие представитель одной из крупнейших в стране стали литейных компаний из Вологодской области. Фирма заинтересована в замещении иностранного оборудования, отечественного. Новых партнеров они надеются найти именно в нашем регионе. Нам интересно, и мы сейчас активно изучаем рынок машиностроительных предприятий, и нам интересно сменное оборудование, оборудование по чертежам для металлургии. И такие предприятия в регионе есть. В ближайшее время с ними планируют заключить договоры. Кроме помощи коллегам из других регионов, производственная кооперация позволит объединить в единый механизм многие предприятия внутри Ярославской области. Так, например, один из крупных двигателестроительных заводов сейчас покупает материалы для покраски своих агрегатов в столице. В то же время лакокрасочное производство есть и у нас, и качество продукции ничуть не хуже. Сейчас между этими предприятиями уже идут переговоры по заключению контракта. К сотрудничеству призывают и предприятия малого и среднего бизнеса. Есть сегодня направления, которые для нас являются непрофильными, потому что мы все равно специализируемся на изготовлении двигателей, на производстве базовых деталей. И сегодня, если есть компании, которые готовы организовать для нас мехобработку тех деталей, которые не входят в наши ключевые компетенции, то мы готовы также с ними вести работу. Это выгодно и крупным предприятиям, потому что они могут либо замещать часть поставляемой продукции, снижая ее себестоимость, либо повышая качество, либо оперативность реагирования. Это выгодно малым и средним предприятиям, потому что они получают поддержку по уровню технологического продвижения. И второе, они имеют определенный объем сбыта. Продолжение следует...